Стартовала самая ожидаемая фермерская ярмарка лета. Рекордное количество фермеров и сыроваров собралось на Истринской земле. Трехдневный Всероссийский сырный фестиваль «Четыре года санкциям» открыл основатель мероприятия Олег Сирота. Каждый раз у нас все больше и больше. Первый раз, когда открывалась сыроварня, нас было двое здесь всего. Потом второй год у нас было 25, в прошлом году было 50. Сейчас уже 200 фермерских хозяйств, из них 100 сыроварен. Это для нас большой успех. Первый раз в Московской области за 30 лет начало расти производство молока. Мы вспахали уже 90% заброшенных полей. Мне всегда очень приятно быть на фестивале. Фестиваль уже стал знаменитым. И очень приятно видеть новые стартапы. Я сейчас прошел по главному павильону. И, наверное, больше 50% тех, кто здесь появился, появились впервые. Для нас это означает, что та работа, которой мы занимаемся, это инвестируем денежные средства в развитие сельского хозяйства, в развитие различных производств, она дает свой результат. Для гостей фестиваля подготовили много интерактивных площадок. Занятия себе нашли все – и дети, и взрослые. Каждый мог обучиться гончарному и свечному делу – маловаренью, ковке, стрельбе из лука, росписи пряников, ну и куда же без сырных мастер-классов на сырном фестивале. Тут вас научат готовить интересные блюда и откроют секреты производства сыров. И даже дадут попробовать изготовить продукт своими руками. И, конечно же, деловая программа. Предприниматели поделились знаниями и опытом развития фермерского бизнеса, а представители Минсельхоза и Мининвеста в Подмосковье рассказали, как получить поддержку и субсидии. Вы только представьте, 30 тонн сырной и прочей продукции от 200 фермерских хозяйств и сыроварен России. А главное, что все можно попробовать. Сыры невообразимых видов и вкусов, различная молочная продукция, хлеб, колбасы, вино, сладости и крафт – только малая часть ассортимента, представленная на фестивале российскими производителями. Как впечатление? Замечательно, вот этот сыр – просто чудо. Пикантный, вкусный, а под пиво. А уж я не говорю про вино. А как вам в целом фестиваль? Я второй раз уже здесь, и просто праздник души, праздник сыра. Мы уже взяли, наверное, тысяч на шесть, на восемь, и все хочется, хочется, хочется. Прекрасный фестиваль. Мы здесь первый раз, к сожалению, знаем, что он третий раз идет. Нет, мы в этом месте не первый раз. Мы у Олегов постоянно закупаемся уже все эти годы, сколько он существует. А вот такой фестиваль первый раз решили выбраться. Очень хорошо. Да, очень много производителей, прекрасная продукция. Мы очень рады за нашу промышленность, сельское хозяйство, что оно возрождается. Будем всегда пользоваться нашими продуктами. Настроение отличное. Фестиваль вообще организован прекрасно. Очень много фермеров, которых я не знал. Есть и знакомые фермеры. Вот мы уже с покупками. В общем, очень здорово. И хорошо, что у нас приживается такая традиция фестивалей. Напоминает уже такой австрийский какой-то дух, вот, да, как у них вот эти ярмарки. И хочется, чтобы у нас тоже эта культура вошла в традицию. Удивительно, но каждый гость сырного фестиваля может войти в историю. Сегодня здесь приготовят уникальную всероссийскую фермерскую пиццу, которая войдет на страницы книги рекордов Гиннесса. Мы сделаем пиццу из 150 сортов сыра, которые привезли из 100 фермерских хозяйств. И мы перебьем рекорд, который поставили немецкие фермеры несколько лет назад. Мы вырвем у них пальму первенства. И сейчас по рекорду по пицце, а через несколько лет, я уверен, мы и по сырам сделаем рекорд. И Истр на эти дни стала, безусловно, столицей сыроделия. У нас строится наша сыроварня. Завтра закладывается в первый камень для сыроварня, которая будет больше, чем швейцарский грюер. И у нас есть основания, чтобы вырвать у них пальму первенства и построить сыроварень больше, чем у них. Есть чем заняться тут не только гостям, но и фермерам. Во время фестиваля проходит ежегодный конкурс «Лучший сыр России». В этом году в нем принимает участие рекордное количество человек – 85 фермеров. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Победители определят уже завтра около 30 членов жюри. Это преподаватели школ сыроделия, зарубежные эксперты и прочие специалисты по сырам. Вот сыры я занимаюсь уже 7 лет. Имею три гранта на международные выставки козоводов. Два диплома второй степени, один третий. На российском культике козоводов я взял две медали. Серебряный и бронзовый. Голодой пока не дорос. Я просто участвовал на фестивале. Я сдал 12 сортов сыров на конкурс. Какие там они места и кладут. Для меня главное, чтобы они пришли сюда. А для меня очень тяжело переношу, что союз сыродел и гильдия сыродел разделилась. Понимаете, это очень плохо. И проводят одно и то же время фестиваль. Это в ДНХ и здесь. Понимаете, здесь нам ближе, роднее. На каждой из трех дней фестиваля подготовлена своя программа с дегустацией, розыгрышами, акциями и музыкальными паузами. Но цель остается одна. Продемонстрировать всем, что отечественное производство нисколько не уступает зарубежному и даже наоборот превосходит. Пожалуйста, женой нашей, пожалуйста, пшеничной. Подходите, люди добрые, хлеба мало, но он еще есть. Истинские сыры, они уже известны и в России, теперь уже за рубежом, поскольку мы стали кормить сборную Франции по футболу. И мы теперь рассчитываем на экспорт, потому что в ноябре у нас навещан Евротур. Мы отправляем экспортные документы и будем экспортировать сыры. Плохо тот сыр, который не хочет, считай, генерал. Плохо тот сыровар, который не хочет продавать свои сыры в Берлине, Париже, Мюнхене. И мы это сделаем. Алена Кудырко, Антон Елизаров, Истер РФ.